Поспешили на помощь студенты, помогли строителям стадиона Самара-Арена в уборке. Вооружившись метлами и лопатами, весь день собирали мусор и наводили порядок на всей территории, вокруг спортобъекта и во внутренних помещениях. Репортаж о том, как прошел трудовой день и что сейчас происходит на стройплощадке, подготовил Виталий Портнов. Город еще спит на улице 7 утра, а студентам самарских вузов уже не терпится оказаться на стадионе Самара-Арена. Не только из-за интереса. Они спешат на помощь строителям. Выходной день стал трудовым. Корунов Данил. Перекличка распределения по группам и сразу в автобусы. Помочь благоустройству объектов чемпионата мира учащиеся самарских вузов предложили губернатору еще в рамках встречи в день студента. Глава региона тогда инициативу поддержал. Наши ребята, студенческие строительные отряды в основном работают на выезде за пределами области. Мы обратились с просьбой о том, чтобы нас привлекли к чемпионату мира, непосредственно на стадион, инфраструктурные объекты. К нам обратился вице-губернатор Самарской области Фетисов Асан Борисович с просьбой помочь. Недолгий путь и все 200 человек уже на стройплощадке. Этот объект повышенной опасности. Здесь сосредоточено порядка 150 единиц техники. В основном башенные краны. Поэтому перед началом работ инструктаж по технике безопасности. Запрещаем подниматься. Там особо опасная зона. Там стоят леса строительные, там идет монтаж металлоконструкции. Каски, жилеты и фото на память. Возможность побывать на Самарском стадионе уникальная. Хотя некоторые студенты регионального строя отряда уже бывали на подобных масштабных объектах. Алексей Меркуленков был на космодромах Плесецкой и Восточной и возводил здания инфраструктуры. Если сравнить космодром Восточный и Самар-Арену, то эта стройка гораздо масштабнее. Объект сам крупнее, чем любое здание на космодроме. Уже видно достаточно, что здесь даже работает гораздо больше людей, чем там. Вооружившись метлами, лопатами и тачками, в течение дня молодежь собирала мелкий строительный мусор и навозила порядок на всей территории, вокруг арены и во внутренних помещениях. Стадион вообще крутой. Сам раньше занимался футболом. И буду очень гордиться тем, что мой отряд здесь будет работать. Надеемся, что пойдем сюда летом. Летом в порядок нужно будет привезти всю прилегающую территорию, включая лесопарковую зону. Студенты уже сейчас рвутся в бой на помощь строителям. Их на Самар-Арене сейчас выше 2300 человек. Работы на стадионе кипят почти без остановки. Уже началась отделка внутренних помещений, идет утепление. Продолжается остекление, монтаж вентиляции и вытяжки. На стадионе Самар-Арена продолжается заливка трибун. Полным уходом идет монтаж купола. Напомню, его высота составит 60 метров. Сейчас из 32 консолей 10 собрано полностью. Еще 5 в процессе установки. Все работы по металлоконструкциям кровли арены должны завершить к концу весны этого года. А уже летом здесь, в чаше стадиона, начнется обустройство футбольного поля. Объект, согласно проекту, должны построить до конца этого года. А уже в 2018-м здесь пройдет шесть матчей чемпионата мира по футболу. Игры группового этапа, 1-8 и четверть финал. Виталий Портнов, Андрей Авдеев, Новости губернии.